И о скандале, только набравшем обороты к концу дня в Подмосковье. Уголовное дело против врача, который по данным следствия пьяный в реанимации надругался над пациенткой. С ним уже удалось пообщаться моему коллеге Тимуру Сиразиеву. Сейчас у него все известные подробности. Эти кадры сделаны сразу после допроса. Он закончился час назад. Врачу-анестезиологу-реаниматологу предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера. Вы признаете свою вину? Нет, это ложь, клевета на моем адресе. Что было на самом деле? Ничего. Пока ничего не могу говорить. Я сам в шоковом состоянии. Ну, есть показания потерпевшей, что вы ее изнасиловали в ночь, когда вы дежурили. Это ложь и клевета. Почему? У вас есть какое-то алиби? Я ничего не могу говорить. Это ложь и клевета. Я понимаю, ваша позиция – это ложь и клевета. Какие доказательства ваших слов? Что вы можете сказать в свое оправдание? Комитет разбирается. Но, тем не менее, вы дежурили в ночь с 4 на 5 число? Да, я дежурию. Все случилось в новогодние праздники. 4 января. В реанимации 2-й городской больницы Подольска 43-летняя женщина. Она в тяжелом состоянии. 43% тела обожжены. Женщина вся перевязана, не может двигаться. Как установили следователи, в тот день обвиняемый был пьян. Поздно вечером он пришел в реанимацию. Было темно. По данным следствия, обвиняемый начал шептать на ухо пострадавшей непристойности и позволил себе прикасаться к интимным местам. Женщина закричала. Прибежала медсестра. Она увидела, как выходит врач, спросила, что случилось. Он ее прогнал. Медсестра все же подошла к больной. Женщина ей все рассказала. В ночь с 4 на 5 января 2017 года подозреваемый, находясь на суточном дежурстве в реанимационном отделении больницы в состоянии алкогольного опьянения, совершил насильственное действие сексуального характера в отношении 43-летней пациентки, которая в силу своего физического состояния была беспомощна и не могла оказать ему сопротивление. В настоящее время подозреваемый задержан. С ним проводятся необходимые следственные действия и решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Сначала пострадавшая написала заявление главному врачу, но как нам заявили в следственном комитете Подольска, он на него внимания не обратил. Поэтому пострадавшая попросила медсестер написать новое заявление. Это заявление отправили по почте. Как нам рассказали следователи, медсестры боялись, что за помощь пациентке их накажут и они останутся без работы. Министерство здравоохранения Московской области проведет в больнице свое служебное расследование. Руководство клиники утверждает, что претензий к врачу не было. Я зарекомендовал себя достаточно опытным врачом. Работа в отделении в Подольске, также в принципе нареканий не было по работе. Грамотный врач с большим стажем, работа реаниматологом. До сегодняшнего дня информации никакой не было. Негативного плана. Однако на задержанного и раньше жаловались. Как рассказали врачи, следствию обвиняемый постоянно был пьяным, из-за чего несколько раз даже переносили операцию. Подтверждают это и отзывы пациентов. Хочу поделиться своими впечатлениями о Подольской второй городской больнице. 31 декабря 2016 года я наблюдала такую картину. Доктор отделения реанимации Насиров ходил по хирургическому отделению, размахивая бутылкой водки. Лез с поздравлениями и поцелуями как к пациентам, так и посетителям и предлагал выпить с ними. А ближе к вечеру он почти ползал, при этом кукарекая. Вот резюме обвиняемого. Жена, детей нет. Гражданин России. В больницу Подольск устроился в мае 2016-го. До этого работал в Татарстане. Почему решил сменить место жительства и работы, следователям еще предстоит выяснить. В каком состоянии вы были? В нормальном, адекватном состоянии я был. В следственном комитете считают, что вы были в алкогольном опьянении, в состоянии алкогольного опьянения? Это недостоверно. Ну, вообще кто-то может подтвердить ваши слова? Не знаю, это от совести человека зависит. Пострадавшая живет в Краснодарском крае. Она до сих пор в больнице Подольска. Рядом с ней муж. Он дальнобойщик. Жена ездила с ним. Была экспедитором. В декабре ночевали в кабине грузовика в Подмосковье. Загорелась печка. Начался пожар. Тогда женщина и получила ожоги. Сейчас с ней работают психологи. У пострадавшей нервный срыв. Помочь разобраться, что случилось, могли бы камеры видеонаблюдения. Однако в отделении реанимации их не было. Завтра суд Подольска рассмотрит вопрос о мере пресечения. Следователи будут просить арестовать обвиняемого. По закону врачу грозит до шести лет лишения свободы.